ПОДЁЕМ Часов 4 минуты, среда, 30 сентября. Здравствуй, Великий город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей. Юлия Селявина, ведущая этой программы. Здравствуйте! Доброе утро, Сергей Галенкович! Юль, топят как? Топят? Нет, не топят? Кто знает в Москве? У меня пока нет. В ГМоскве топят или нет? Потому что, правда, я читаю. Оказывается, это российская газета. Вчера, это сегодня 30-е, 29-го, в столице официально открылся отопительный сезон. ГМоскву стали топить. Передо мной вот комсомолка лежит, и то же самое написали о том, что сезон открыли в сентябре. Давайте одного живого человека поймаем, у которого начали топить. Расскажите. Я не правильно, я просто, у меня, ну, я живу чуть-чуть за городом, поэтому там я сам включил, и все. Скажите, живой человек, у которого начали топить, 7-8-8-107-0. А-а-а! Ой, господи! Правда, что ли? Да ладно! Нет, сука, народу! Упс! А вообще-то обещают до конца недели во всех домах включить отопление. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Анатолий меня зовут. Анатолий, вас топят. Да, да, Сергей меня просто смотрит. И залили у тёщи на юго-западе. Да? И залили всю квартиру. А, вот видите? Вот видите, спасибо. Это диалектика, ничего страшного, спасибо. Затопили во всех смыслах. Вот что это, как это называется. Так, мы... Спасибо вам огромное. Ну, правда, то есть есть люди, у которых топят? Есть, я вижу. Счастливые, счастливые обладатели затопления. Сейчас, секунду, ещё одного. Ну, просто все звонят. 788-107-0. Поскольку все решительно звонят, то я ещё одного свидетеля затопления хочу. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здрасте, как вас зовут? Михаил меня зовут. Ну, как вы, Михаил? Вчера приехал вечером из Египта. Ага. Замёрз немножко по приезду в Москву. А где вы были в Египте? У Хургадя. А ныряли или так? Нет, в связи с тем, что у меня была сломана рука, я не нырял. А, ну, кто-то из ваших нырял? Да, конечно. У, классно. Мне прям вот Гота Абурамада снится в другой раз во сне. Нет, не был. Ладно, счастливо. Нет, не был, не привлекался. Я сразу пытаюсь вспомнить, что там в Хургаде-то. Ну, что-то замечательно. По-моему, Гота Абурамада. Ну, ладно, нет. Потому что всегда идёшь в Сафагу туда, южнее. Хорошо, спасибо. Послушайте, хватит уже топить. Пошли про коррупционеров говорить. 9 часов 6 минут. На минуту разлучимся, вернёмся. Русская служба новостей. Реклама. Говорит Москва. Дорогие москвичи, посмотрите правде в глаза. Ваш голос не слышат чиновники. Им безразлично ваша жизнь и будущее ваших детей. 11 октября голосуйте за КПРС. Эй, товарищ, с наличкой тревожно. Хочешь квартиру? А где же надёжно выбрать? Подумай, не торопись, где начинать новую жизнь. В сад посылают. Сходи, посмотри, сад ботанический рядом ли. Метр квадратный по той лицене. Проверил? Звони. Это тебе. 287-3287. Самый большой торговый центр столицы Рио приглашает на карнавал покупок. Большая площадь, разнообразие брендов. Ваши любимые магазины и новинки рынка. Субботние шоу программы и выступления звёзд. Каждое воскресенье в 14 часов детская развлекательная программа. Торгово-развлекательный центр Рио. Пересечение Дмитровского шоссе и МКА. Телефон рекламной службы 913-9963. Русская служба новостей. РСН. Подъём. Сегодня я настроен перверсивно. Я склонен к извращенческой деятельности. Я хочу защитить коррупционеров. Мы сегодня... Ну, правда, потому что мне как-то кажется, что они не коррупционеры никакие. Зачастую мы изумляемся коррупционной деятельностью на закупки ГОВРУ. И, как вы знаете, существует сайт теперь. Сайт, который отслеживает этих закупщиков. Закупки Ньюз Лайф Джорнал Ком. Через тире. Закупки Тире Ньюз Лайф Джорнал Ком. Так вот. И мы заходим туда каждый день посмотреть, что там новенького. Потому что народ там выкладывает про коррупционеров всякие глупости. Их глупости коррупционные. И хохочет над этими глупостями. А мы очень радуемся. 0,5 миллиона рублей на рассказы о снижении напряженности на рынке труда в Тверской области, например. 0,5 миллиона рублей. 500 тысяч. 20-очка. Ну, по старым деньгам. Когда, помните, еще, сказать, по 23 за доллар было. 20-очка заплатили. Сказать за что? Оказание услуг по выпуску телепрограммы с целью информирования населения о программе Тверской области по реализации дополнительных мероприятий, направленных на стяжение напряженности на рынке труда. И 20-очку дали. Чтобы рассказать, чтобы рассказать в телепрограмме, как они стараются напряженность понизить. Ну, ну что, ну что, ну что. Ну, это вот September 29 вообще. Это совсем свежее. Заказ на Мерседес за 2,6 миллиона рублей для астрономов снят с формулировкой отсутствия финансирования. Потому что, помните, мы вчера говорили, мы вчера говорили, что астрономы заказали себе, потому что прах есть перед лицом Вселенной, понимаете? Прах есть. Удивлялись, зачем мы астрономам такая машина. В одной только галактике Млечный Путь миллиард звезд. И миллиард таких галактик. Миллиард умножить на миллиард. Это сколько же звезд, елки. И по сравнению с этими всеми звездами, что такое Мерседесишка, господи, вонючечка, клопишечка, господи. Они хотели себе Мерседесишку купить за 2,6 миллиона рублей. А мы вчера разбазарили все это, как сороки. И сняли они заказ, сняли все. Нет больше этого заказа. Ну вот. Дальше смотрите еще что новенького из-за коррупционной деятельности. Стародавнее что-то такое с любовью кто-то выложил к московским властям. Это 45,9 миллиона рублей на детский портал Москвы. 45,9 стародавнее. Это когда это было почти 2 миллиона долларов. Представляете, чтобы детям, детям Мосру, 700 человек в сутки посещают этот портал. То есть разработали наконец за 2 лимона долларов этот самый. 100 посещений принадлежат самим же разработчикам, да? Не знаю, не знаю. Но при этом они честно, они не накручивают, понимаете? Я вошел. Моя Москва, учись и играй, живая сказка, физкульт-минутка, живой угловок, конкурсы, библиотека для умелых ручек. Наши руки не для скуки. Знаете эту присказку? Наши руки не для скуки. Не из той сферы, про которую вы подумали. Я не сомневаюсь. Да, секундочку, секундочку, я просто возвращаюсь назад к нашим коррупционерам. И вот еще, и вот еще. Алло, это прачечная, выкладывают самый верхний на закупке News, LiveJournal.com, самый верхний пост, который выложили. Это Министерство культуры. И ФАПРУ делится своими наблюдениями о Министерстве культуры. И там потрясающие вещи. Например, «Культура России. Оказание услуг по организационно-техническому, экспертному, документальному и консультационному сопровождению деятельности Министерства культуры Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Мы смотрели, да, я тут даже сохранял где-то, сколько же на это все выделено. Это организационно-техническое и документально-экспертное сопровождение. Все, больше ничего. Не надо делать, сопровождать. Сколько это было? Ой, у меня... Юль, а вы видели, а я нет. Я не помню. Не помните? Что-то там какие-то были совершенно какие-то кошмарные суммы, теперь у меня потерялось. Но вы же хотели защищать. Я собирался защищать коррупционеров. И я так и сделаю. Я так и сделаю. Они тратят по 45 миллионов рублей, они тратят по 8 миллионов рублей. Вот 8 миллионов рублей оказание услуг по проведению конференции. 8 миллионов рублей. И так далее. Они тратят эти деньги. Знаете, что я думаю? А вдруг они просто какие-то хозяйственники, которые вот так прикрывают бреши? Вот может быть такое? Давайте попробуем защитить их, товарищи слушатели. 788-107-0. Объясню. Я хозяйственник. Я, например, хозяйственник. У меня, например, холода сейчас. И крыша потекла. Вот вчера дождь был сильный, ливневый. Значит, и крыша потекла у меня, к примеру, сказать. Я хожу, значит, а вы у меня будете, Юлия Викторовна, подчиненная. И я говорю, Юлия Викторовна, крыша-то прохудела с елки? А вы мне говорите... А на это у нас денег нет. Говорит мне Юлия Викторовна. Она говорит, денег нет. Я говорю, правильно, нет. А Юлия Викторовна, а с крыши-то прохудевшись как жить будем? Ну-ка, давай так, Зан. Мы сделаем, будто мы семинар проводим по прохуданию крыш. Семинар такой проводим. Прохудание крыш как эпистемологическая проблема, например. Ну, просто, я говорю. Ну, есть же, или хотите, антологическая проблема? Например, антология в системе прохудания крыш в рамках эпистемологического релятивизма, говорю я. Такая конференция пройдет. Значит, сколько на конференцию? 8 миллионов рублей. Пожалуйста, сделайте крышу, а также купите мне новую машину. Например, правда. Ну, то есть, как любой хозяйственник, может брешу закрывать в бюджете? Ну, обычно так и бывает. Какую-то ахинею писать про конференцию, про услуги, про порталы, а на самом деле просто крышу прохудившую сочинить. Ну, нет у него последний. А крыша прохудилась. Понимаете? Ну, может такое быть. 7,880 на 7,0. Давайте, правда, какого-то хозяйственника выслушаем, потому что мне кажется, что особенно бюджетные организации настолько лимитированы в... То есть, у них настолько все прописано, что приходится в общем в дурку играть, приходится выдумывать семинары, в которых нет никаких семинаров, понимаете? Ну, главное, чтобы потом ревизия не пронюхала. О, ревизия, ревизия! Ревизия, не целевое использование и так далее. Стой, 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 тормози. Значит, ревизия едет, Юлия Викторовна. Ревизия едет, придется коньячные клизмы ставить. 20 человек, 20 человек, 20 коньячных клизм по полтора литра. Коньяк, Борис, не поможет. Надо что-то... Коньячные клизмы каждому члену ревизии по полтора литра каждому. Значит, Юлия Викторовна, давайте, закупайте хороший коньяк. Ну, пожалуйста, я умоляю. Хеннесси жестковат, я вас умоляю. Все-таки, давайте, войдите в положение, что-то помягче купите. Ну и что? И вы говорите, что мне? Денег нет. Я говорю, так вы напишите, что семинар какой-то. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей Владимирович меня зовут. Андрей Владимирович, скажите, что правда, они вынуждены маневрировать часто, хозяйственники. Ну, это имеет место быть, было понятно сразу, в общем, объяснений-то не требовалось. Ну, вот я-то объяснил, наконец, потому что все думают, что они коррупционеры. Ну, это же не цель, это просто средство манипуляции, выкраивание денег в собственный торман. Вот и все. Почему? Параллельно, ну как почему? Ну, подождите, ну крыша-то прохудилась де-факто, а нет такой статьи на починку крыши. А есть статья на проведение семинара? Ну, дело в том, что сама система не как-то, не совершенна, понимаете? И она порождает вот такую вот ситуацию. Ну, то есть мы... Когда можно взять деньги, скажем, на починку крыши, а можно, так сказать, пустить их еще на что-нибудь. Да, но вы понимаете, что часто хозяйственники вынуждены городить ерунду вот здесь вот на закупке ГОФ, а на самом деле они, в общем, пускают это на благое дело. Это их никак не оправдывает, на самом деле. Почему? Ну, потому что система должна быть совершенна и должны в равной степени, так сказать, деньги находиться на все статьи бюджетов, понимаете? Да. Например, приезжает ревизия, ревизия привыкла к коньяку. Я должен как-то списать это под семинар. Ну, вы заодно можете купить машину, Мерседес, да, и квартиру в центре Москвы. То есть на одном только откате, да? Не получается. Не знаю, это зависит от количества, наверное. Андрей Ильич, вы преисполнены скепсисы в это утро, в мрачное утро. Давайте найдем... А вы не простите, да? Нет, я хочу найти хоть... Спасибо. Я хочу найти хоть одного хозяйственника, который мне скажет, братцы, жить по-другому нельзя, ну нельзя. Дайте мне хозяйственника, мне позвонит сейчас хозяйственник, который скажет, братцы, а просто по-другому не получается. Да, да, мы тень на плетень возводим, но, братцы, а вы поживите в рамках... Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нет, ну правда я вам говорю, потому что я вам скажу жуликов, которых я видел в жизни. Я не видел госслужащих, где мне их увидеть, я так рано еду на работу. Но я видел в жизни в своей директоров фильмов. Директор фильма есть пройдоха и жулик по профессии, понимаете, директор фильма. Это, ну, всем руководит режиссер, то есть там в кино немножко перевернута система. А директор это тот, кого посылают за водкой. И, ну там, исходящий реквизит. Ну, вам тащат ящик коньяку, это исходящий реквизит, может быть, в какой-то момент или так далее. Это может быть оформлено как пончики для водителей грузовиков, там еще чего-то, понимаете? Но это будет все равно коньяк, настоящий, и там 40 градусов, все правильно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Расскажите мне, пожалуйста, обедах. Доброе утро. Да, как вас зовут, здрасте? Леонид зовут. Леонид, скажите правду нам, потому что скажите, что в этой смете жить нельзя, и приходится крутиться. Ну, вы знаете, если честно, то в любой государственной структуре вот эта смета на год, она прочитана полностью. Там есть все пункты, и даже пункт тот, что нужно заменять столы каждый день. Например, в таком здании, как в Дипломатической академии, там просто-напросто делались семинары по встрече послов. Я работал там послы, они не приезжали, или приезжали на 5 минут, а банкеты устраивали просто чисто для всех остальных. Скажите, то есть мои вот послы, я здесь столько керосина истратил, столько пороху истратил, пытаясь защитить бедолагу-хозяйственника, и, видимо, все-таки я зазря, да, все это делаю? Ну, бедолага-хозяйственник, о них сказал Нургалиев, посмотрите, на каких машинах ездят. Так это же, это, понимите, а при их... Нет-нет, вы любого хозяйственника возьмите, любого. Так это крохи, ну что же он... А, это крохи со стола. Он тратит миллиардные бюджеты, и он говорит, ну, клюну я крошечку одну с краю стола осталось, вот мне и мерседесик. А, ну если в этом... Ну, конечно, он говорит, ну, боже мой, ну что же мы... Ну, если эти крохи совсем не считать, ну, тогда ради бога-бога-боги. Крошки, лес рубят, все в керези. А, нет ни одного хозяйственника, дайте мне хозяйственника, который защитит нас, нас, ворюк, нас, пройдох, нас, проходимцев. Кто-нибудь должен защитить, объяснить. Вот, я не знаю, у нас слушатель, наверное, говорит о тех регионах, которые экономически стабильны. Да, но если говорить о районах дотационных, и там, в принципе, бюджет, ну, совсем небольшой. Ну, поэтому... Давайте одного хозяйственника найдем. На практике получается именно так. Живого хозяйственника нам надо найти, который точно понимает, что вот жить нельзя и по-другому. И получается списывать, наводить тень на плетение. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Оставайтесь на линии, ваш разговор. Чего? Ну, все. Это сорвался звонок называется. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Евгений, давайте докажем, что это не коррупционеры, а наоборот люди, которые просто крутятся, бедные. Так, я понимаю, что речь идет о бюджете федерального органа, в данном случае Министерства культуры. Ну, Министерство культуры или любого другого. Я представил себя сегодня утром на месте хозяйственника, у которого нет смины. Вот вчера дождь пошел, и потекла крыша. А нет в смете, елки. Семинар есть, а крыши нет. И я говорю, Юля, говорю, Юля, чини крышу. Она говорит, на какие шиши? А я говорю, а мне плевать. Она говорит, остались бабки на семинар. Я говорю, хорошо, пиши семинар. Какая мне разница, у меня эта крыша течет. Ну, вы знаете, есть разница между федеральным органом и всеми остальными. Ну, прежде с точки зрения контроля, да, там сейчас на палатах и так далее, они приходят реально каждый год. Да. И поэтому на самом деле, вот, если, я просто хорошо знаю именно структуру федеральных органов, да, очень сложно украсть или как-то перевести деньги на благие цели. Да. А в принципе, значит, с финансированием хозяйственной деятельности, там, крыша федеральных органов достаточно хорошая. То есть, если крыша прохудилась, да, то есть, просто люди идут в Минтин и просят перекинуть, раз в год идет, как бы, перекинка между статьями внутри бюджета. Да. Или просто там, грубо говоря, за полгода ты знаешь, что у тебя крыша прохудилась, и на эти деньги выделяются, не проблема. Если речь идет о семинаре, то мне возникает вопрос, а почему вообще вот стал вопрос, что семинары не проводятся? Нет, послушайте, если семинар проводится за 8 миллионов рублей, то это должен быть какой-то совсем масштабный семинар, понимаете? 8 миллионов рублей, я вам напомню, это 250 тысяч долларов совсем недавно было. Это правда, только скорее всего... Ой, какие 250, извините, это больше 250, я по 24 давайте считать, это 330 тысяч долларов. Это правда, но скорее всего, вот, вы просто узнаете получше, семинаров было несколько. Как правило, под каждым министерством крутится несколько контор, там, одна-две максимумы, которые в течение года проводят, там, ну, 10-15 семинаров. А то, что министерство, оно активное, все министерства активные, все проводят семинары, это правда. Поэтому, скорее всего, речь идет не о одном семинаре, а там, тут 10, и если покопаться, то такие конторы будут под Минкультуры, как и под другие министерства, ну, 2-3. Все понял, спасибо. Я просто прочту еще раз, чтобы поставить точку в этом вопросе. Вот, оказание услуг по проведению конференции-семинара по теме укрепления финансовой дисциплины в учреждениях культуры. 8 миллионов рублей победителю в семинаре, в аукционе. И победитель за 8 миллионов рублей делает услугу, проводит конференцию об укреплении финансовой дисциплины. Ну, смешно же, правда? Вот, слушайте, значит, я пытался защитить коррупционера, ни одного негодяя, мошенника, пройдохи, прожиги какого-то совершенно, никто там не позвонил. Все с осуждением. Значит, я чувствую, что я неправильно занял линию, меняю ее мгновенно. Вернемся через минуту, обзор прессы. Русская служба новостей. Составить, оформить, направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневная консультация на РСН ведет народный адвокат. В эту среду юрист Дарья Морозова. Звоните с 11.30 до 12. Они умнее вас, и с этим ничего не поделаешь. Они известнее вас, с этим придется смириться. Их следует воспринимать всерьез. В эту среду у микрофона заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Светлана Орлова. В эфире русской службы новостей «Титаны общества» после 18.00. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Сергеем. Даренко. На РСН. Обзор печати. 9.24. Юлия Селевина. Да, а сегодня пишут очень многие газеты о том, как Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко поприсутствовали на заключительной фазе масштабных оперативно-стратегических учений «Запад-2009». Об этом пишут практически все. И коммерсант с фотографией. Все показывают мальчоночку. Да, да. Мальчоночку Коленьку. Коля, это сын Лукашенко. Кстати, это все проходило в Брестской области, Белоруссии. Так вот, например, на фотографии в коммерсанте Александра Лукашенко с сыном в военной форме, цвета хаки и так далее, и так далее. А Дмитрий Медведев в гражданском. В гражданском джинсах, скажите. В джинсах и кожаной куртке. Вышел спор концептуальный в начале здесь утром. Подшиты ли вы снизу джинсы у президента Российской Федерации? Юлия Селяевна защищала позицию, что нет, что строчка внизу. А я, обнаружив некий манжетик как бы снизу под джинсами, полагал, что все-таки подшиты. Ну, это не самое главное на самом деле. Читайте, читайте о том, как же прошла эта встреча и как прошли учения во многих газетах. Ну, в частности, я скажу, что решено проводить эти учения раз в два года. Итак, также пишут сегодня о том, как выступил Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». Тоже во всех газетах. Подробности читайте. Коммерсант сегодня сообщает о том, что ВЭБ может стать акционером автоваза. Наряду с РНО. Читайте об этом в «Коммерсанте». Российская газета сегодня публикует статью о том, что Министерство юстиции разработало законопроект, который устанавливает минимальные тарифы на свободу для убийц. За 200 тысяч рублей и больше подсудимого могут освободить. Но окончательная сумма на усмотрение суда. Не читайте об этом в российской газете. Судим обязательно сегодня. А ведомости сообщают о том, что тот же Минюст предложил уточнить условия домашнего ареста. Дело в том, что уже домашний арест действует с 1 июля, но тем не менее пользуются ей только хорошо и стабильно в Белгородской области. Нет, главная проблема, нет органов, которые бы следили за тем, остается дома человек или не остается. Вот и сейчас будут уточнять этот закон. Надо нанимать соседку-пенсионерку, которая будет стоять у глазка, все время и следить, мне кажется. Бабушка, бабушка, бабушка. Ведомости сегодня пишут о том, что следственные органы подозревают министра финансов Хабаровского края, вице-губернатора Александра Акацубу, в превышении полномочий. Обыск прошел, Следственный комитет при прокуратуре провел. В общем, это к слову опять-таки о коррупционерах. Сегодня московский комсомолец пишет о том, что и вообще обращается к любителям баранины. Остерегайтесь, сейчас в московской области могут появиться не очень качественные товары и не очень качественная баранина. Да так, ничего в ней особенно нет, с брусселиозом она, да. Лептоспирозом и, возможно, другими опасными добавками. Да, а в остальном как настоящее? Да, в общем, это данные Россельхознадзора по Москве и Подмосковью. Были выявлены два... Два барана? Нет, две или два, ну что же, где же... Скажите, я вам помогу, скажите. Скотобойни, две скотобойни в районе Нарапаминска и также в районе... Республики Калмыкия. Нет, в общем, в Подмосковье. Итак, будьте внимательны и лучше сейчас не покупать, потому что на прилавке может попасть вот такая некачественная баранина. Ну, это время баранина с брусселиозом и еще с чем-то, а потом опять уже пойдет без брусселиоза все же. Сегодня Комсомольская правда опубликовала спор Никиты Кричевского и Сергея Даренко о том, завершилась ли финансовая нестабильность и что нас ждет теперь. Это не был спор, это было... это было мое торжество. Да? Просто, конечно. Это, кстати, тоже надо обсудить, потому что все объявили, что кризиса нет, да только 30% работодателей в Москве заявили, что уволят сотрудников этой осенью. Здесь есть парадокс, согласитесь. Народ пачками гонят, а кризиса нет. Тогда я что-то, может, недопонимаю, разберемся попозже, ладно? Аргументы и факты, которые сегодня вышли, пишут, пишут, можно сказать, публикуют дневниковые записи свидетелей аварии на Сайна-Шушинской ГЭС поминутно. Он вспоминает день катастрофы, это Олег Мельничук, читайте об этом, ну все очень подробно расписано. Вот также АИФ пишет сегодня о пенсионере Вячеславе Веревочкине из деревни Большой Аеж Новосибирской области. Он делает танки, настоящие танки, да, их огромное количество, и он, ну, на самом деле он собирает, он военный, бывший военный, собирает танки, ну, совершенно как настоящие. Позвольте мне сказать, а они и стреляют, и все остальное как настоящие? Некоторые стреляют, но, правда, деревянными снарядами, вот, но, тем не менее, очень-очень похоже, ну, броня, конечно, потоньше, чем у настоящих, но, тем не менее. Фамилия мне его нравится. Веревочкин, Веревочкин, Веревочкин. В Минвузе СССР, люди, которые оформляли мне загранкомандировку в Анголу в 82-м году, фамилия их была Веревкин и Кипятков. А следователь Московской налоговой полиции, который преследовал меня полгода с декабря 98-го по июнь 99-го, был офицер Кормилицин. Такие вот фамилии, потрясающе, думаешь иногда про Гоголя, что он выдумывает. Ни черта подобного, когда тебя допрашивает офицер Кормилицин, ты понимаешь, что Гоголь отдыхает здесь, конечно, рассказать бы Гоголю. 9 часов 30 минут. РСН, новости. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Участники рынка избавляются от долларов, и доллар сбрасывают активно, и доллар ЦБ покупает активно. Мы с Юлией Селявиной и Юль. Понимаете, в чем дело? То есть рубль укреплялся бы и совсем быстро бы укреплялся. Мы видим, что рубль не укрепляется так быстро, как это могло бы произойти в случае обычного свободного рынка, потому что ЦБ не дает рублю укрепляться. И вот, слушайте, вчера сообщения, какие-то совсем громкие такие сообщения. ЦБ купил доллары на миллиард, миллиард долларов. ЦБ купил миллиард долларов. Это что-то такое в час дня. Чуть позже. ЦБ купил 2 миллиарда долларов. ЦБ чуть-чуть сходил на паланчевал, съел пару бутербродов и срубил еще миллиард. Значит, для ЦБ дико выгодно, потому что они продавали доллар там по какие-нибудь там, по 34-35 и все такое, да. А потом они стали скупать теперь по 30. Конечно, выручка гигантская, многомиллиардная в рублях. То есть их результат будет колоссальный и красивый. Но, кроме этого, они увеличивают золотовалютные резервы. Кроме этого, они не пускают рубль, чтобы рубль не дорожал. Они подхлестывают искусственно спрос на доллары. Так вот, я читаю сегодня несколько сообщений об этом. В частности, я читаю Мэрил Линч. Предсказала аналитики Bank of America. Мэрил Линч ожидает, что в четвертом квартале 2010 года доллар будет стоить 26.64 к рублю. То есть доллар будет падать к рублю, рубль будет дорожать. На три с лишним рубля меньше текущего уровня. Это в ежемесячном отчете Мэрил Линч последний прогноз. Путин говорил некоторое... Я сейчас уже просыпаюсь, наверное, две недели, что ли, назад, что не даст рублю укрепляться. Помните, это была фраза его, из-за чего... Кстати говоря, рубль тогда бы еще пробил 30, но он не пробил. Может быть, это дни 10 назад. Ну, вот в этом роде, да? Что не даст рублю укрепляться. И так и происходит. Игнатьев не дает рублю укрепляться. Я хотел спросить участников рынка. Вам какой рубль нужен? Вам какой рубль нужен? Вот уровни укажите и обоснуйте. 788-107-0, наш смс. 7-925-101-107-0. 7-925-7-925. 101-107-0 смс. Мы будем зачитывать и читать, что вы пишете. Русновости.ру тоже плашка, можете писать на эфир. И звоните, пожалуйста. Вам какой рубль нужен? Вам рубль нужен где? На какой высоте? 7-8-8-107-0. Все об этом думают. Послушайте, у всех кредиты. У всех кредиты все мудрили. Кто в долларах брал, кто в рублях. Халло, здравствуйте. Добрый день. Да, как вас зовут? Александр. Александр, вам какой рубль нужен? На каком уровне? Объясните. На каком уровне? Я, собственно говоря, продаю доллары по 33, а беру по 30. Вот, соответственно, мне чем доллар выше, тем, собственно говоря, выгоня. Выгоня. А вы сейчас продаете, объясните, пожалуйста, вы продаете доллар, то есть вы все-таки ждете курса или вы прямо сейчас его продаете? Нет, смотрите, я занимаюсь определенным бизнесом. Закупаю товар в долларах, а продаю в рублях. Так, значит, вы берете, вам нужен в этом, вы импортер, вам нужен сильный рубль тогда? Ну, как вам сказать, ну да. Ну, если будет 15, давайте, 15 рублей за доллар, тогда вам выгоднее, потому что вы сейчас на эту выручку от этого оборота, у вас же крутятся, ну, как бы обороты наслаивающиеся, да? Вы купите существенно больше товара. Ну, собственно говоря, да. Да, с другой стороны, тоже верно, но вот в чем дело-то. Если рубль будет укрепляться, а зарплата-то в рублях, то и что, получается, нужно будет зарплату повышать, ну, как бы номинально, да? Вот, то есть тут тоже, как бы, палка о двух концах. Ну, в принципе, ситуация такая, что, конечно, чем будет ниже рубль, тем, возможно, будет покупательская способность выше, но при слове того, что, как бы, зарплаты не будут падать. Согласен, еще вот вы коснулись очень важной вещи, растут цены в рублях, растут цены в рублях на все, то есть есть рублевая инфляция, повышают цены за все, правда? Юлия, присоединяйтесь, вам что-нибудь повышали в рублях вообще, вы видели, чтобы цены росли в рублях, да? А, конечно, это может быть, когда рубль дорожает, объясните, пожалуйста, рубль дорожает, рубль все более дорогая валюта за последние полгода, верно? И если он дорожает, то с какой стати цены в рублях повышаются, кажется? И вот этот парадокс... Ну, нет, на самом деле парадокса никакого нет, потому что... Не, да ясно, что это инфляция, да. Нет, тут не инфляция, тут вы помните, полчаса, вы были, у вас была тема по поводу коррупционеров. Просто факт в том, что, как бы, сейчас, вот я просто участвую тоже в некоторых ситуациях, когда госзакупки идут, и сейчас конкуренция настолько сильная, что, на самом деле, ну, взяток дают больше, при том, что денег осталось меньше на рынке, а взяток дают больше. Отсюда, как бы, все повышения цен. Или, вот, допустим, тот самый закон государственный, который позволяет купить машину в кредит. Помните, Путин сказал, да, вот все сейчас сделаем, значит, там, субсидию даем, ну и что в итоге? Как бы, я вот год назад покупал машину за миллион двести, а сейчас она стоит миллион семьсот. Ну, как бы, ну... Или там возьмем бюджетный... Повысили цены на машины. Ну, конечно, да, но, допустим, возьмем самый народный автомобиль, советский Ford Focus. Ну, он раньше стоил, как бы говоря, вот 300 тысяч, сейчас эта же комплектация стоит на 200 тысяч и больше. Ну, понятно, что доллар там вырос, да, но, с другой стороны, непонятно, стоит в России, как бы, да, то есть, почему он должен повышаться. А повышаться повысилось тому, что Путин сказал. Льготный кредит, ну, как бы, вот так. То есть, все... С ваших слов следует, что нам почти уже все равно, мы как-то живем зажмурившись, потому что, как бы мы... В каком бы направлении хорошем мы не пошли, мы точно огребем все равно. А я вам объясню, почему. На самом деле, все очень просто должно быть. Вот реально, как бы, нужно, чтобы в интернете каждый человек мог понять, куда идут деньги. Это все очень просто делается. Банк-клиент, который просто можно делать выписку ежедневно. Грубо говоря, чтобы просто народ знал, куда идут деньги. И все. И тогда не нужно будет ничему удивляться. Спасибо, Александр. Александр пояснил нам ситуацию. Вот смотрите, она настолько многофакторная, Юль, что получается, что у нас есть желательные направления развития экономики. У нас есть желательные направления. Но поскольку многофакторность противоречивая, очень противоречивые факторы действуют, то мы понимаем, что как бы благоприятно мы не пошли, куда бы мы не пошли, мы точно огребем, понимаете? Потому что, ну, точно есть там, за под ней столько. То есть, он говорит, да, мне бы, а, но только, извините, тогда, а. Понятно, да? То есть, по-любому, как ни играя, все-таки ты проиграл. Вот в чем существо. Все-таки, смотрите, Центробанк не разрешает рублю дорожать. Центробанк купил вчера 2 миллиарда долларов. Центробанк не хочет, чтобы рубль дорожал. Но, кажется, будет, Мэрил Линч говорит, будет 26.64 через год примерно. Чуть больше, чем через год. То есть, Мэрил Линч анализ дает, что рубль будет дорожать неизбежно. Ничего не выйдет, он будет дорожать. Вы хотели бы, чтобы рубль дорожал? Да, рубль дорожал бы, был дороже. 23 опять был бы. Там, 23.60, да? 6600-691, позвоните, пожалуйста. Просто интересно взвесить точку зрения наших слушателей. Вам нужен дорогой рубль, 23-24 рубля за доллар. Нет, вам нужно 40 за доллар. 6600-692. Вам нужен дешевый рубль. 6600-692. Вы бы хотели увидеть, как рубль падает. 6600-692. И это для вас было бы выгоднее, конкретно в вашей экономической деятельности. Через минуту скажу результаты и поговорим еще. Русская служба новостей. Реклама. Эй, товарищ, с наличкой тревожно. Хочешь квартиру? А где же надежно выбрать? Подумай, не торопись. Где начинать новую жизнь? В сад посылают? Сходи, посмотри. Сад ботанический рядом ли? Метр квадратный по той лицене? Проверил? Звони. Это тебе. 287-3-287. Телефон рекламной службы 913-9963. Слушайте каждую ночь с четверга на пятницу, с полуночи до шести. Алексей Кашпур и музыкальные тяжеловесы в программе «Темная ночь». Ну а Илюлю потом. Русская служба новостей. РСН. Подъем. Продолжаем. 943 мы с Юлией Селевиной. Я хотел огласить результаты голосования. Мы спросили, активная деятельность ЦБ. ЦБ покупает доллары, не давая рублю дорожать. ЦБ поддерживает доллар здесь, на внутреннем рынке. Вчера было куплено 2 миллиарда долларов. По оценкам участников рынка, 1 миллиард. До обеда еще один, как будто бы после обеда. Но говорят, даже больше 2 миллиардов. Говорят, это уже такие оценки пошли. Больше 2. Значит, ЦБ не позволяет рублю укрепиться. Мэрил Линч выступил с докладом, в котором говорит, что неизбежно рубль будет укрепляться. И рубль будет 26.64 через год с небольшим. И вот, мы спросили вас, для вас, вам лучше дорогой рубль? Рубль, который будет, ну, например, 24 за доллар. 23.60. 60,6 процента. Юль, пометьте, пожалуйста. Видите, как у нас импортеров больше. По духу, по духу импортеров. 60,6 хотят дорогой рубль. 39,4 по духу экспортера, скорее. 39,4. Ну, принято считать, что экспортерам выгоден слабый рубль. 39,4 хотят слабый рубль. 40, 36, 40. Туда, 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 туда. Туда, ближе к 100 рублям за доллар. Ну, вот. Ну, понимаете? Значит, я хотел обсуждать эту ситуацию. Насколько это, насколько ваша позиция, каковы ваши позиции, и обоснуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Да, Сергей. Мне бы устроил на ближайшее время дорогой доллар, пока я устраиваюсь на работу. А потом будет дешевый. Вот как. То есть вы хотите получать зарплату целиком в рублях, а в конверте чуть-чуть? Нет, я хочу получить белую зарплату по курсу 40, а потом жить, когда курс будет 23. Ага. Вы думаете, что нет работодателя с левой резьбой? Ну, по крайней мере, тот, которым бы я хотел работать, они делают все абсолютно в белую. Они в белую делают. Ну, вы представляете себе, как он смотрит, бедный, ищет крюк, чтобы повеситься. Значит, ходит, ищет на потолке какую люстру снять. Да хоть два. А? Ну, как? Ну, конечно, он вас ущемит как-нибудь. Спасибо вам большое, Сергей. Сергей полагает, что работодатель так прост. Я так не думаю. А, ну, он, наверное, говорит о какой-то иностранной фирме, которая славится простодушием. Ну, нет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Павел меня зовут. Я бы хотел, чтобы рубль был не то, что сильнее, а чтобы он был как в царской России. И, допустим, я как гражданин России, я не знаю, какие там 30% голосовали. Я просто считаю, надо продавать нефть, газ, все международные, как бы, когда по договорам рассчитываются, только за рубли. Да. Все, и не надо там будет ничего придумывать. Хочешь покупать нефть? Давай, покупай. Почему за доллары? Америка, значит, скидывает эти деньги. Мы кому-то помогаем. Мы покупаем 2 миллиарда долларов. Сейчас, да. Вчера за один день, да. Да. За один день мы покупаем. И потом мы будем говорить о том, что мы пытаемся мягко. Был я на одном мероприятии, не так давно, Кудрин там был. Да. И сказал, что если мы такими темпами пойдем, то, дай бог, мы в 10-м, в 11-м году начнем выходить из кризиса. Да, Кудрин, да, вчера президент отеля, там в стеклянной перестройке. Да, ну это он до этого сказал, неделю назад, там в Думе он был. Да, и в Думе тоже, да. И вчера он тоже обескураживающий, да. Да, и поэтому зачем вы нам тут говорите, товарищи Кудрины и разные другие ребята, сами покупаете доллары, и ничего вы не делаете для укрепления рубля. Павел, позвольте мне только единственное, мы должны из чувства справедливости с вами сказать, что в царской России, когда вы говорите в царской России, мы сталкивались тоже с непрерывной инфляцией невероятной. Сталкивались, но рубль российский принимался везде, в любой точке земного шара. Дело в том, что Россия жила с царями так долго, что в ее истории, царской России, вы, наверное, опираетесь на какой-нибудь конец 19 века, имеете в виду? Да, ну это частности уже, я имею в виду, саму идею вы мою уловили. Да, абсолютно, абсолютно. Просто ваше указание на царскую Россию, это указание на another good time, какие-то иные хорошие времена. Потому что в царской России были всякие времена, и в том числе с рублем. И в том числе с рублем, да. Мы помним, как не брали ассигнациями и так далее, и как ассигнациями брали с дисконтом и так далее. Мы понимаем, что в царской России цены улетали тоже, улетали катастрофически. Когда-то можно было за 3 рубля купить корову, все считали, конечно, Толстого, не графа. Ну вот, значит, как покупать. И тем не менее, не надо на это опираться. Просто указание, что были иные хорошие времена, я принимаю. Но конкретное указание, тогда о каком году это было в царской России, так хорошо, я хотел бы узнать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я Вениамин. Вениамин, да. Я вот слушаю предыдущего, он правильно сказал, нефть, газ продавать за рубли. Если они хотят купить нашу нефть за рубли, они должны будут покупать нашу рубль. Автоматически рубль у нас становится дороже. Дороже. И результат, у вас есть наемные рабочие? Вы кому-нибудь платите? Я, да, я плачу наемным рабочим. У меня фирма, небольшая строительная компания. Понимаете, вы же будете платить в рублях все дороже и дороже. Ничего страшного, ничего страшного. Вот я, понимаете, лучше я буду платить хорошим специалистам нормальную зарплату, чем подбирать на нищую зарплату. Скажите, а вы используете компоненты в строительстве, которые были бы сделаны не в России? Как то, краски, лаки, смеси, растворы? Нет, вот мы берем, допустим, вот краски, у нас есть краски, у нас конкуренции в России такого никакого-то. То есть они для вас будут чудовищно дорого стоить? Ничего страшного. А, подождите, нет, нет. Наоборот, наоборот, при сильном рубле нет, не чудовищно. Да, вот подумайте сами, у нас, говорим, мы привязываем свой бюджет всегда к нефтям, да, как продают нам нефть, там 67 долларов. Раньше доллар стоил 20 рублей, допустим. Продавали за 120 долларов мы. Давайте к рублю мы переведем сейчас. Ну и сколько потеряли к рублю? К этому доллару. Дайте мне минуту, я сейчас кого-то попрошу, потому что я не чувствую себя в силах, я сейчас кого-то попрошу развенчать эту идею. Давайте просто, потому что я правда не пытаюсь сейчас, у меня начинает температура головного мозга повышаться, потому что я чувствую какую-то неправду в этом, а вот какую неправду сам аргументировать не могу. Послушайте, если мы перейдем на торговлю нефтью и газом в рублях, почему это нам не поможет? Кто знает из экономистов? Скажите, я чувствую, что это нифига не поможет, но, значит, я просто не могу аргументировать так точно, как это сделаете вы. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Вот, ну вот я как раз сейчас услышал оброчек вашего разговора. Да. Значит, ну... Если мы перейдем на торговлю нефтью и газом в рублях, почему это решающим образом? Нет, это поможет и не поможет. Здесь как бы не надо путать две вещи. Не надо путать сильную и слабую валюту и не надо путать конвертируемость этой валюты. И сильную и слабую экономику. Да, 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 да. Значит, конвертируемость валюты в данном случае, то, что она будет напрямую приниматься кем-то, это вопрос доверия. Это более, вот, на сегодня при нашей экономике вопрос политический. Но при этом экономическая составляющая такова, что если сегодня согласятся брать нашу валюту, то мы должны тоже понимать, что мы вот так вот легко регулировать уже не сможем. Рынок будет нас регулировать, а не мы рынок. Понимаете, я пытаюсь формулировать, мне кажется, согласитесь вы или нет, мне кажется, что экономика может быть по существу слабой и богатой одновременно. Поясню свой парадокс, поясню свой парадокс. Например, русская экономика потенциально невероятно богата, потому что у нас до чертова уйма этого газа. Мы знаем сейчас, как в Сыктывкар, по-моему, нет, Салихард, извините, возил Путин, иностранцев, помните, конечно. Ну вот, и да, да, там 12 мега чего-то квадриллионов, хрен знает, пойми чего, значит, миллиметров. Ну вот, короче, много всего. Но, тем не менее, это слабая экономика. Слабая она вот почему. Она слаба своей моноструктурностью, она слаба отсутствием инфраструктуры, вообще как таковой. А также деградации социума, социум, который деградирует медицина, социума деградирует образование, социума деградирует и так далее. То есть это богатая, слабая экономика. И этот парадокс может существовать. Но он существует, он существует, вы правильно заметили, он существует потому, что у нас есть что продать, но поскольку это наше участие, это участие на монорынке, любое изменение, оно делает нас беспомощными. Абсолютно. Спасибо большое. Нам надо двигаться дальше, вот почему. Потому что 9 часов 53 минуты с нетерпением ждет нас Лев Быстров. Через минуту поговорим с ним о бирже. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Страховая компания. Контакт страхование. Ой-ой-ой-ой. Ух, чё. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Недавно за рулем в компании «Контакт страхование» каска для новичков по отличным тарифам. Не переплачивай. Ездишь как умеешь, платишь как все. ЗАО «Контакт страхование». 276-09-96. 276-09-96. Телефон рекламной службы 913-9963. Русская служба новостей в интернете. Русмавости.ру Главные темы дня. Гости эфира. Люди, формирующие информационное пространство. Онлайн-вещание. Блоги ведущих. Форум. Ваши вопросы и мнения с нашего сайта в прямом эфире Русской службы новостей. Русмавости.ру Всё главное сегодня. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъём. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров, аналитик фонда Биржи РТС, с нами на связи. Лев, здравствуйте. Добрый день. Лев, скажите просто, я знаю, что у вас праздник, что вы классный и всё на свете. Скажите, 2 миллиарда долларов, по слухам и по оценкам, купил вчера Игнатьев ЦБ. А вот, скажите мне, пожалуйста, это к чему бы нам потом, впоследствии, как это нам потом придётся огрести из-за этого что? Ну, впоследствии, на самом деле, это не единичный факт, это называется довольно простым инструментом валютной интервенции со стороны Центрального банка. И покупка или продажа таких сумм довольно резких, ну, в принципе, вчера, это объяснилось официально, это объяснялось снижением, попытка снижения волатильности на валютном рынке, которая, как бы, ну, действительно не очень хорошо влияет вообще на всё. Они не дали рублю пробить, если бы они не выступили вот так, двумя миллиардами, рубль пробил бы 30 спокойно просто. Ну, да, 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 да. Но, в принципе, всё-таки это довольно сложно и, на самом деле, чревато некоторыми ещё большими колебаниями, потому как у нас рынок нефти до сих пор тоже не оправился. Вот, ситуация с долларом всё-таки остаётся не очень понятной, тем более у нас ещё и, даже если обратить на евро, да, и, в принципе, сейчас ещё в последнее время привлекает внимание иена, которая у нас там тоже, как можно сказать, шалит. Ну, вот, соответственно, вчера, в принципе, выступление Центробанка было вполне оправдано, да. Ну, а то, что мы ликуем всё-таки немножко неправда, сегодня, скорее всего, откроемся на нейтральных уровнях, потому как Америка закрылась вчера всё-таки снижением, и на вечерней сессии на Стандарте и на Форс у нас было отыграно тоже небольшое снижение в пределах одного процента, допустим, по Газпрому, там уже Роснефть и Сбербанку. А Дальний Восток противоречиво выглядит красно-зелёный такой. Да, да, но в течение дня у нас сегодня фактически с 12 часов дня пойдёт масса данных, и последний аккорд будет в 6.30, это запасы нефти и нефтепродуктов США, которые вот могут развернуть рынок в любую сторону. Всё, до 6.30 гуляем, а в 6.30 замерли, и смотрим. Спасибо большое, Лев, хорошего дня вам. До свидания, до свидания. Лев Быстрова, аналитик фонда «Бижер», РТС был на связи с нами в движении. Подъём. Русская служба новостей. В движении. Спонсор программ «В движении» ООО «Ресторанная коллекция». Сеть ресторанов «Пекинская утка» празднует своё восьмилетие. Только в сентябре, в честь дня рождения ресторана, и специально для вас 8 блюд из утки по специальной праздничной цене. «Пекинская утка». Всё лучшее из Азии. 755-84-01. А где вы движетесь, мы обсуждаем. Чёрт, вы, наверное, поймали кусок разговора. Мы здесь слюну ловим, потому что, ну, когда про утку кто-то, и сразу думаешь, ах. Да, где вы едете, что вы видите? 788-107-0. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здрасте. Да, здрасте. Григорий, Москва. Да, Григорий. Ну, ладно, не успел к предыдущей. Да, 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 где вы едете? Сажу, где еду. Между третье кольцо, между энтузиастов и Рязанкой, вот, направление весьма тяжкое. Тяжко, да? Спасибо большое. Хорошего дня вам, Григорий, да, Григорий был? Да, да. Ещё один звонок. 788-107-0. Где вы едете? Что вы видите? Расскажите нам. Засады какие, товарищ, что-нибудь такое. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Николай Васильевич, да. Я еду по Можайке от кольцевой дороги до центра, ну, со скоростью пешеходов. Да, ползёте потихонечку. А где вы сейчас? А я сейчас проезжаю в магазин молодёжный. Роскошно, но там же как раз пробка и есть. А у вас бывает такое, что вы правым рядом лезете, лезете как будто под стрелку, а в конце раз и влево? Вы знаете, я по дурацкой привычке что-то влево всё время. По-честному, стоите слева. Традиционно, да. Ладно, я там иногда так иду, значит, вроде как под стрелку, а потом пытаюсь втиснуться. Сам себе противен в этот момент. Так гадко, так неспортивно. Так это ужасно. Погнали, спорт, 958. Серёжа-пастушок, погнали, спорт, грань, а друг Серёжа, серебрино рожать. 10 часов 3 минуты, среда, 30 сентября. Здравствуйте, Великий Город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Юлия Селяевина, ведущая этой программы. Здравствуйте. Доброе утро. Юль, смотрите, есть какие-то курьёзы, которые нам прислали уже слушатели, есть какие-то курьёзы, которые я припас. Напомню, наш смс для связи 7-925-101-107-0. 101-107-0 по 925-му коду. Слушайте, смешная история, которая, на самом деле, она нежная. Она нежная, и она свидетельствует о том, что сохранился патриархальный милиционер ещё в жизни. В Липецке отдел милиции номер 3 УВД Липецка задержали милиционера Алексея Иванникова, который отнял котлету у посетителей рюмочной, младший сержант подручной постовой службы отдела милиции номер 4 УВД Липецка. Не важно. Алексей Иванников заглянул в закусочную чарка на проспекте Победы. Вот всё, всё здесь пахнет. Всё здесь пахнет жизнью, чернозёмом, Липецком, понимаете? Значит, смотрите, милиционер заказал 100 граммов водки, а на закуску денег не хватило. Махнув стакан, ну, во-первых, полстакана, Иванников схватил закуску и бросился на утёк, потому что... Нет, он увидел на тарелке у соседа в закусочной чарке котлету. Он схватил её руками, котлету эту, понимаете? Это же была котлета склизкая, которая, знаете, специально какие-то котлеты, которые пахнут мокрыми тряпками. Вкусняющая... Нет, не обязательно. Обязательно. Обязательно, это же Липецк. Бывает такой крошкой, такой твёрденький котлет. Нет, обязательно, потому что это Липецк, и там, конечно, должна быть настоящая котлета из детства, которая пахнет мокрыми тряпками, конечно. Который где-нибудь там 80% хлеба, да? Ну да, 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 и мокрых тряпок. Значит, он схватил её руками, эту сопливую котлету, которая пахла мокрыми тряпками, и бросился на утёк. Скажите, как это его характеризует? Как? Как человека скромного, деликатного, стыдливого. Дальше. Этот ублюдок... Он мечтатель приключений. Нет. Просто вы не понимаете. Он такой авантюрист. Нет. Вы думаете, что он на спор... Нет. Ему хотелось закусить. Он детство вспомнил, понимаете? При запахе котлеты он вспомнил детство. Как это характеризует мента? Смотрите, милиционера, извините. Значит, как это характеризует милиционера? Он, если бы он был грязный ублюдок, он бы занюхал подмышкой. Нет. Ему нужно было заесть. У него... То есть он своим телом занюхать не мог. Некоторые занюхивают собственным телом, кстати. Ну вот. И он украл сопливую котлету, пахнущую мокрыми тряпками у соседа. А тот бездушный человек, он бросился за милиционером в форме. В форме! И главное, главное, чтобы кто-то не растерялся, хозяин котлеты. Я бы, например, сидела с отвисшей челюстью и смотрела вслед убегающему. Вам надо идти в милицию. Вы очень деликатны. Вам надо идти... Юлечка, вам надо в милицию. Вы сделаете хорошую карьеру. Вот в липецкой милиции как раз. Смотрите. А хозяин котлеты догнал милиционера, избил его, и сдал в участок. Кого же теперь судят? В Москве бы кого судили? Хозяина котлеты. Хозяина котлеты, а также хозяина кафе. Что же в липецке? Судят милиционера. Посмотрите. Это... Это... Это вся... Вся эта сцена дышит нежностью провинциальной жизни. Нежностью какой-то настоящей чистой правды. В Москве не убежал бы. Он бы просто подошел, взял котлету, закусил и стоял бы рядом... Сказал бы молчать, мразь. Да, да. Молчать, мразь, застрелю. И все. Правильно? И нет. И выпил бы еще чужую водку, а там купил... Ну, нежно же. Ну, нежно. Хорошо. Ладно. Это вещь, которую я хотел обратить внимание, как зарисовка, которая, на мой взгляд, на мой взгляд, что-то заставляющее нас улыбнуться. Смотрите. В Колумбии еще на это, правда, очень смешно, и все, не буду обсуждать. В Колумбии наложили арест на могилу в обеспечении долга. Человек должен 4 тысячи долларов, а у него, ему принадлежит, он владелец могилы, где, правда, уже захоронен его, кажется, брат. А ему наложили, значит, арест на эту могилу, и теперь непонятно. То есть, если он не заплатит 4 тысячи долларов, то что же будет? Что же будет? Могилу отнимут, и от этой кости брата куда денут? Непонятно. Смешно? Смешно. Теперь смотрите. Еще несколько вещей, которые я хотел снова вернуться к кризису, экономическим темам, которые так не любят Селевина. Посмотрите. Председатель правительства Владимир Путин вчера принял участие в работе форума ВТБ «Россия зовет» и заявил, что в ближайшее время будут либерализованы цены внутренние на газ, и что сохранится госмонополия на продажу газа за рубеж. Приготовьтесь к повышению цен на газ, я думаю. Ну вот. Но, тем не менее, речь не об этом. А речь о том, что все присутствующие на кризисе очень духоподъемно и как-то торжественно клялись друг другу в окончании кризиса. Единственное, там был Кудрин, который делал это ворча, знаете, как старый пес такой ворча отдавал косточку. Он говорил, что ну да, Крис, конечно, ну в общем, конечно, но правда через четыре года. Вот. А все остальные ликовали. Это был праздник ликователей и День Победителей. И я хочу спросить наших слушателей. Вот о чем. Слушайте, друзья, а вот я слышу от людей, что кучу народу выгоняют с работы. То есть как это все-то вот вяжется вместе? Вот как вы мне свяжите в моей нелепой и глупой голове? Как это вместе? Треть работодателей, вот читаю публикацию, треть работодателей собираются уволить ценных сотрудников этой осенью. Это опросы, это труд накануне писал, а сегодня уже все пишут, что кризиса нет. Как же, если накануне треть работодателей собирались выгнать, а потом вдруг кризиса нет. А тогда чего они их выгоняют? А почему? А вот сегодня Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором говорится, что мировая экономика, хотя и демонстрирует признаки восстановления, но говорить о победе над финансовым кризисом пока рано. Хорошо. Занятость в Москве, занятость в Москве. Когда вас выгоняют, вам говорят об окончании кризиса? Когда вас выгоняют, вам говорят что? Мне нужны люди, которые вот-вот уволены, вот-вот уволены. 10 часов 10 минут, только дайте мне, пожалуйста, минуточку, мы разлучимся, а через минуту прям вот взъерошим эту тему так, чтобы она у нас стояла, ну потом я расскажу как. Русская служба новостей. Реклама. Израильская клиника «Металь» в Москве. Самый эффективный метод восстановления потенции. Точная диагностика и гарантия эффективности уже на первом приеме. 232-45-45. Консультируйтесь у специалистов «Металь». 232-45-45. Телефон рекламной службы 913-9963. Зачем жили до нас на земле 85 миллиардов людей? Что осталось от их любви, веры, страха и надежды? Почему произошли 15 тысяч воин? Ответы ищем вместе. Игорь Воеводин в программе «Точка невозврата». По пятницам с 10 вечера и до полуночи. Русская служба новостей. РСН. Подъем. 44% белых воротничков собираются найти новую работу до конца осени. Вот еще из этой же публикации. Люди выгоняют сотрудников, которые получают 60 тысяч в месяц. И меняют их на детей, выпускников, которые получают 30 тысяч в месяц. Ну, а как же качество работы? Нет, на то же самое место сажают детей, которые стажировались у них летом. Стажировались бесплатно. Их сейчас с сентября сажают по 30-ки, чтобы они получали. А людей чуть постарше, которые опытные сотрудники, которые получали 60, просят пройти на улицу. Скупой платят дважды, называется. Нет, ну а как же? Ну, неужели стажер может заменить опытного сотрудника? Не знаю. Может и может. Зависит от бизнеса, зависит от дела. Понимаете? А что значит стажер? А если мы видели, как опытный сотрудник приходит на 8 часов, а справляется с работой за 3, значит, а остальное время там гоняет какие-то Warcraft в компьютере, то я не понимаю, за что я 60 ему плачу. У меня пусть сядет стажер, который будет не за 3 справляться, а за 7 или за 9. Ну, так он в 2 раза дешевле, понимаете? Если это механическая работа, не требующая каких-то прозрений, каких-то праведческих действий гения, то почему пусть сидит себе там и загнется на работе. Какая мне разница? Он мне в 2 раза дешевле. Понимаете? Нет, это разные вещи. Мне нужен свежеуволенный кто-нибудь. Свежеуволенный, пожалуйста, позвоните. 788-107.0, если вы свежеуволенный. И скажите, как вам объясняют свежеуволенность? Как при этом, как это сопрягается с окончанием кризиса? То есть кризис сам по себе, а вас увольняют самих по себе или что? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Сергей, меня зовут Сергей. Здравствуйте, Сергей. Смотрите, ситуация. Я был как раз свежеуволен, как вы выразили, в начале этого лета. Работая в крупной западной компании, которая производит продукцию, сама же ее реализовывает. Да. Вот. Ну, собственно говоря, каким образом это произошло? То есть, общаясь с людьми, которые остались в этой компании, вот эти увольнения продолжаются по сей день. Ну, то есть, это такая нормальная уже. Какие-то, да, и вот сидят и ждут, кто же следующий будет. А каким образом это происходит, как они это мотивируют? Да, собственно говоря, никак. Да-да-да, что-то у вас там. Видно, вам предложение о работе. Кто-то в окно подошел, подошел какой-то... Прошу прощения, я просто проехал пост милиции. А, правильно. Видите, какая деликатность у нас с вами. Я тоже всегда опускаю трубку, да. Благодарю вас, что подождали. Вот смотрите. Ну, как меня уволили? Грубо говоря, там все так скользко очень происходит. То есть, подлавливают на каком-то косячке, да, грубо говоря. Ну, то есть, вот на каком-то якобы не исполнении, там, должностных обязанностей своих. Но, в принципе, как такового, этого недостаточно, там, это можно сделать, там, выговор, еще что-то, да, но этого недостаточно для того, чтобы действительно взять и уволить, в соответствии, там, со всеми политиками компании. Да. Но говорить с открытым текстом, прям в лоб, да, там, Вась, пиши заявление. Пиши заявление, никаких последствий не будет. Пиши заявление, да, мы дадим тебе еще один оклад, и уйдешь себе спокойно, там, по соглашению сторон. Ну, типа, вот, типа, отпуск без возврата или что-нибудь. Ну, да, 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 или, или же, ну, мы тебя так или иначе уволим. Ясно, спасибо, спасибо. Можно ли говорить о массовых, все-таки, явлениях? Потому что, хорошо, нам пишут на СМС, алло, здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Валерий. Валерий, вы тоже свежеуволены, да? Я свежеувольняю. А, вы увольняете, вот, тогда секунду, тогда у вас есть деньги на мобиль. Я прямо вам зачитаю, что нам на СМС пишут, ладно? Ну, взял, бедолага, мандарин. А, это про милиционера, вот еще. У нас все растет второй квартал подряд. Набираем людей, пишет Андрей из импорта электроники. Дальше. Тридцать седьмой. Кризис закончен у Путина с правительством, а у народа остался кризис, пишет нам тридцать седьмой. Наш СМС, девятьсот двадцать пятый код, девятьсот двадцать пятый, сто один, сто семь и ноль. Валерий, вы увольняете, при этом говорите, что? Да. Алло, алло. Да, я здесь, да, да, мы здесь с Юлей. Да, я вот увольняю, я понимаю, что все вот эти разговоры Кудрина и команды правительственные о том, что все прошло, это такой, знаете, аутотренинг. Там левой руке тепло, правой руке тепло, все хорошо, все хорошо, так они сейчас заговаривают. А реально деваться некуда, и поэтому у меня уже идет третья волна увольнения, и увольнять уже некого, потому что, ну, остались уж как бы самые необходимые люди. Тем не менее, мне приходится говорить, что, ребята, извините, инвестор не может больше нам помогать. А в какой сфере бизнеса? В сфере бизнеса, в сфере СМИ, Сергей. СМИ, да? Да, мы с вами коллеги, да. Ага. Вот, и поэтому журналистам добрать не имеет смысла, и мне приходится журналистам говорить все как есть, потому что они с вами прекрасно все понимают. И говорить, что, дорогие друзья, вот вы понимаете, что нам все сложнее и сложнее, поэтому... Но знаете, вот у вас ситуация, если позволите, все-таки более чистая и понятная. А представьте себе, что есть люди в бизнесах, которые не просто не могут дальше функционировать, а у которых еще там по ярду или там подъезд, ну, неважно, неподъемный кредит еще есть. Вот я думаю, что они не только увольняют, но еще скоро начнут пиф-пафу-йойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойойой Процесс увольнений в связи с кризисом продолжается. Спасибо вам большое за свидетельство. В прессе, пожалуйста, в прессе. Инвестор больше не может поддерживать наш проект. Но поймите, у человека есть инвестор, который поддерживает проект на плаву, а потом говорит, а я теперь не буду поддерживать на плаву. Но этот человек не должен опасаться, что к нему придут кредиторы или еще кто-то. Потому что есть люди, которые совсем круто должны. Я вижу физически людей, которые с Каена С пересел на Пассат. И на Пассате теперь ездят. Это большая разница? Ну да, да. Это разница примерно как 100 тысяч долларов. Значит, 100 тысяч долларов разница между этими двумя машинами. В зависимости от комплектации, разумеется. Ну так вот. И этот человек из мира строительства. И я тоже не очень понимаю, почему так ему плохо, когда как будто бы все хорошо. Как бы все хорошо же и классно. Тогда почему ему плохо, с какой стати. Так вот. Значит, я еще, еще, еще. Увольнение, 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 увольнение. А вот смотрите, тут нам Денис Саныч из Жевска пишет по поводу как раз вот этих стажеров, да? Да. Он пишет, я работал на большом предприятии, уволился сам год назад. Хочу сказать, что правильно увольняют опытных работы на больших предприятиях, не научных, построенных. Алло, здравствуйте, вы с нами? Секунду, подождите, да? Продолжайте, Юль. Построено таким образом, что любую работу сделает девятиклассник. Только надо повариться полгода, чтобы знать, куда какую бумагу толкать. Так нужна дисциплина, поймите, больше ничего не нужно часто. Потому что правительские решения принимают несколько человек на предприятии. Какие-то такие прозревая горизонты, несколько человек прозревают. На очень многих предприятиях работа механическая. Потому что на самом деле нужна просто дисциплина от человека, никакой ненужной от него никакого прорыва, понимаете? Вот в чем дело. Ну, понимаете, да? Это на эфире вот есть неожиданные решения. Обвалился пульт, еще что-то там и так далее. И нужно, чтобы человек, который как бы занимается рутиной, мог принимать какие-то гениальные тактические решения на ходу. А ведь в ряде мест нет такой связи мгновенной. Ну, сломалось, сломалось, вызвал техника. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Владимир. Да, Владимир. Как раз я представитель строительного бизнеса и владелец компании. Да. Ну, вот на тот момент, когда мне придется увольнять, действительно придется сказать сотрудникам о том, что просто нет. И все эти бридни, кудрино и тому подобное, это просто чушь собачья. Вы опишите нам ситуацию в экономике. Она достигла дна, мы помним, в феврале, сказал Шувалов. Да нет. Значит, видимо, наверное, в феврале-марте она достигла дна. И это хорошо или плохо, или где мы сейчас? Я думаю, что мы сейчас только в начале дна, и дна еще не достигли. То есть мы просто готовимся к тому, чтобы рухнуть по-настоящему. Да, мы готовимся к тому же. А какие социальные последствия могут быть? Мне страшно, когда я узнаю о долгах разных людей. И я думаю, что не все ходят в суд. Некоторые ходят в такие компании, как Центарой и партнеры, Ведяной и партнеры, Гудермес и партнеры. Мне кажется, начнется стрельба. Нет, вряд ли стрельба начнется, но долги действительно растут. Долги в том числе растут и у нашей компании. Растут. В строительстве растут долги, и людей приходится увольнять. И вы на пороге больших увольнений. Мы на пороге больших увольнений. Я действительно, я с Porsche Cayenne, я не знаю, я, наверное, не на 30-го, а на 10-го. Ну уж совсем уж нет, не надо. Нет, я на полном серьезе говорю, потому что нет заказов вообще. Даже потенциальных заказчиков нет. Я понимаю, я продержал бы штат, продал бы Porsche Cayenne, продал бы квартиру, продержал бы штат. Но я не вижу перспективы. Вопрос тогда, позвольте, вот мне вопрос. А почему вы тогда для ливинга, как бы для поддержания себя на плаву, не сдаете, за сколько не возьмут? Вот, например, сдавайте так, чтобы у вас квадратный метр стоил не 2 тысячи, там 300, да? А сколько-то вот ровно на то, чтобы прожить? По 500 долларов, по 700, в убыток продавайте. Нет, никто же не хочет продавать. Вы поймите, наша компания не девелтерская, да, а именно строительная. Если бы у меня была такая возможность, была бы такая возможность. Я бы все равно этого бы не сделал только потому, что нет перспективы дальнейшей. Правильно? Понимаете? Как бы получается, что если я сейчас сдам за 500 долларов, и я вообще лишусь своей недвижимости, а дальше-то у меня вообще ничего не останется. И таким образом... Значит, не совсем вам плохо. Послушайте, ведь люди топили мебелью в Петербурге осажденном, вы помните. Ведь люди продавали импрессионистов за хлеб, за мешок пшена, понимаете? То есть, значит, вам еще не худо. Нет, почему? Действительно плохо. Но, во всяком случае, это я вам рассказал, политику, как думает человек, который обладает собственностью, да? Я понимаю, да. Вот, и я думаю, что многие так думают, что если я сейчас продам за бесценок, то что я потом буду делать? Я знаю таких вот девелоперов, которые так и происходят. Долг накопился, продали одну квартиру, погасили долги. Долг накопился, продали квартиру, прогасили долги. То есть за любые деньги, лишь бы получить живое какое-то, живое денежное. Есть такие девелоперы в Подмосковье, которые именно вот таким образом сейчас выживают на данный момент. Но это единичные случаи, как бы, да? Понятно, понятно, понятно. Ну вот, спасибо большое, спасибо. Голос, между прочим, голос этого человека, если вы его слышали внимательно, Юль, в высшей степени искренний. В высшей степени искренний. Это человек, который говорит не о чужих деньгах, не о чужой судьбе, не о чужом будущем. Ну а почему он должен притворяться и играть? Нет, просто нет, поймите, поймите, поймите. Ну мы же не проверяем, нам же звонят люди просто так, случайные звонки. Я просто рад, что, по-журналистке рад, что это был настоящий голос, очень настоящий. Это руководитель строительной компании, которая говорит, что с Паршака... Готов пересесть на десятку. На десятку готов пересесть. Но все-таки он рассуждает так, что, ну он не девелопер, но он говорит, что, ну все-таки за бесценок скидывать. Хотя он знает уже такие случаи в Подмосковье, когда скидывают квартиру за бесценок, лишь бы получить кэш какой-то, все равно как, ну чуть-чуть постоять на нем, потом еще квартиру, еще чуть-чуть кэша и так далее. За сколько не купят, за сколько не купят, то это, конечно, не должно рекламироваться, потому что если такие вещи будут рекламироваться, то рынок ляжет, понимаете, да? Но вот это уже есть. Хорошо, 10.24. Обзор прессы. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Эй, товарищ, с наличкой тревожно. Хочешь квартиру? А где же надежно выбрать? Подумай, не торопись, где начинать новую жизнь. В сад посылают? Сходи, посмотри, сад ботанический рядом ли. Метр квадратный по той ли цене? Проверил? Звони. Это тебе. 2-8-7-3-2-8-7. Телефон рекламной службы 913-9963. Расследование с Жанной Ажиминой. Милицейские будни, статистика за неделю, уроки безопасности, ценные советы, как вести себя в той или иной правовой ситуации, рассказы о знаменитых преступниках и великих следователях. Расследование с Жанной Ажиминой. На РСН по средам. В 9 вечера. Моя милиция меня бережет. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Сергеем Даренко. На РСН. Обзор печати. Юлия Селявина. Юль, что пишут? Да, да, хотите я быстренько прочту, что нам пишут здесь. Смотрите, Альфред пишет, что половина с февраля уже компании выгнали людей, притом угрозами, и зато очень много нагнали начальство, и начальство зарплаты у них ого-го, пишет Альфред. Дальше. У нас в моногороде Красно-Турьинске. Мы достигли дна, проломили его и летим дальше, пишет Степа. Работают в полиграфии. Работают стало больше, платят меньше. Вывод. Кризис придумали, чтобы сотрудникам не платить. Так, есть еще Илл после дна, пишет Александр. В музее Пушкина под Москвой отправляют двухмесячные неоплачиваемые отпуска. А мы нанимаем людей зимние шины продавать, а у нас всегда не хватает рабочих. Работаем по 15 дней. Шестой автомобильный парк. 15 дней, это, ну, они, наверное, по 12 часов. Ну, это, эти, вот, маршрутки, наверное. Я так думаю. Я ищу работу. Был оклад 60, сейчас на мою должность предлагают 30. Мотивирует хорошей репутацией компании. То есть, ну, его выгнали с 60, и ищут человека на 30. Вот это, и вот еще одна иллюстрация. Которому нужна хорошая запись в трудовой книжке. То, что, да, 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 то, что мы с вами и говорили прежде. Прежде чем я приступлю к обзору печати, срочная новость от Итартас. Именно Грузия развязала войну в Южной Осетии, сделав первый выстрел. Об этом говорится в докладе группы независимых военных экспертов во главе с сотрудницей МИД Швейцарии. Ну вот. И Итартас об этом передает. Как это мило, что им понадобился год, чтобы это понять. Правда здорово? Да. Сегодня газеты пишут в основном о том, как выступал Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет», об этом пишут все газеты, а также о том, как Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и сын Александра Лукашенко, Коленька, поприсутствовали на учениях «Запад-2009» в Брестской области. Об этом с фотографиями все очень красочно описано в «Коммерсанте», в «Московском комсомольце», в «Российской газете» и так далее, и так далее. Вскройте существо фотографий. На всех фотографиях Коленька. Вы про Коленьку говорите? Да, Коленька, Коленька сына... Коленька это сын Лукашенко, да. Коленька крошечный, микроскопический Коленька, он все время телепается между норку джентльменов, и, собственно, все фотографы... И хвастается позолоченным пистолетом. Да? Да, да, да. Какой он молодец, Коленька. Как это умилительно, как это тошнотворно. Также коммерсант сегодня пишет о том, что Банк России зарабатывает на разнице валютных курсов. Если в первой половине этого года продавали доллары за, ну, примерно, от 31 рубля до 36 рублей, то сейчас покупают валюту на уровне 30 рублей и получает Банк России много миллиардов прибыли. Об этом считайте в «Коммерсанте». Ведомости сегодня пишут о том, что Минпромторг предлагает ограничить время торговли спиртным, запретить торговать пивом в ларьках и обязать продавцов спрашивать у моложавых покупателей паспорт. Так вот, если раньше это на региональном уровне все принимались, да, такие инициативы от региональных властей поступали, то сейчас это все на федеральном уровне собираются закрепить. Также читайте сегодня в «Российской газете» о том, что Минюст разработал законопроект, который устанавливает минимальные тарифы на свободу для убийц, ну, по крайней мере, на тяжкие преступления, для тех, кто совершил тяжкие преступления. Об этом читайте в «Российской газете», а также в «Ведомостях» о домашнем аресте в целом и о том, какие там проблемы возникают, почему не выполняется этот закон. Известив сегодня на первую полосу издание вынесло проблему, связанную со свиным гриппом, с вакцинацией. Так вот, правительство выделило 4 миллиарда рублей на производство отечественных вакцина цвенного гриппа. Будут прививаться, ну, в основном, учителя, врачи и так далее, и так далее сначала, а потом, если пандемия начнет развиваться, то тогда и все остальные и наши живут. А ведь народ-то кост косою, косою. У нас сегодня чего, среда? Гозман заболел в понедельник, помните? Угу. Вот. Мы очень... Нет, на самом деле, если он нас слышит, мы ему желаем выздоровления очень, потому что я с ним говорил в понедельник, и голос был упс, такой хворый. Я бы еще хотела проанонсировать статью дня, которую мы сегодня будем обсуждать в 11 часов, как раз об оружии, которое подарили президенту, которое мы обсуждали накануне. Это нож, во-первых, да, чудо-нож и чудо-автомат. Об этом мы поговорим с корреспондентом. Да, довольно дурацкий был комментарий, что нож можно применять в двух средах, как газообразных, так и в водных средах. То есть, что нож, в смысле, не тает в воде, и это нас удивляло здесь накануне. А у нас уже 10.30. А правда новости? Поехали, новости, ура! Подъем! Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. 10 часов 35 минут. Это подъем! Мы с Елей Селевной продолжаем. Ель, слушайте, значит, есть некоторые, есть некоторые новости, которые мы отложили, и я хотел просто назвать, может быть, не сильно их обсуждая, но мне кажется, они очень важными. Например, строителям не удалось спрятать излучение в гараже и получить дозу излучения, рисковали будущие владельцы гаражей в Москве. Это сегодняшняя МК. На двух участках под застройку предназначенных нашли радиацию, при том, в 30 раз выше нормы. Это совсем серьезно. Это улицы, да. Да, Окская и Волжский бульвар. Просто в 30 раз выше нормы радиация. Я вообще, говоря, не очень понимаю, как ее меряют и когда ее должны мерить. И вообще, говоря, может быть, мне кажется, было бы справедливым мерить ее время от времени. Ну, например, там, сказать, раз в сколько-то лет или, может быть. Понимаете, да? Потому что даже там, где ее не было прежде, она может возникнуть в какой-то момент. Правда же? Вот. Еще одна поразительная вещь. Это связано с радиацией. Еще одна поразительная вещь, которую я прочитал и которая так перекликается с тем, что мы так сильно не любим. А одному миллиону человек Диснейленд пообещал за то, что они выйдут на общественные работы билеты бесплатные в Диснейленд. Диснейленд в Орландии или в Калифорнии. Значит, смотрите, один миллион человек должны выйти на общественные работы, то есть на субботники. За это они отработают день на общественных работах. И за это им дают билет в Диснейленд. А у нас бесплатно на субботники ходят. А там, в общем, бесплатно тоже. Потому что, ну хорошо, нет, но билет в Диснейленд чего-то стоит, правда. Сейчас я не помню, сколько я платил. Ну, думаю, не дешево тоже. Там, типа, ну, 10 долларов в любом случае ты плачешь за вход. Что-то в этом роде. Я был только в Орландо, в Париже и в Гонконге, в Диснейленде. Больше нигде не был. И это первое место, куда я иду, приехав, конечно, Париж. Кто, 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 куда, кто, куда, кто в Лякуполь. Лякуполь или Лякуполь, как там, значит, пожрать мгновенно. Кто-то в Версаль, насладиться взад-вперед, фланируя, будто он Людовик и какой-нибудь там 14-й. Ну вот. А кто в Диснейленд, извините, каждый выбирает по уму, по своему. Ну вот. И в Гонконге тоже. Значит, не в это, ну а в Орландо куда еще пойти, как не в Диснейленд. Слушайте, вопрос в другом. Все обвинили теперь, ну, критики обвинили Диснейленд в том, что Диснейленд нарочно так маркетинговую политику проводит, что это они, мол, подлизываются к обществу, а по существу просто себя рекламируют. И я подумал, боже мой, а может быть, может быть, это здорово, может быть, это классно, может быть, бы русские какие-то корпорации позволили людям там, не знаю, убрать дворы, а за это, ну, я не знаю, Газпром подышать газом, например, там пропан-бутаном подышать. Ну что-то такое, ну понимаете, а? Ну может быть, а? Смазаться соляркой там, лукойл, или еще чего-то. Я правда говорю, вы как к этому относитесь? Послушайте, Диснейленд, Диснейленд это организация, это большой бизнес. На Ладе Калини, например. Нет, ну все же знают, это огромный, огромный, огромный бизнес, его возглавляет этот самый башмачник, нет, как этого парня звали, который в шляпе такой ходит, в некоторых переводах он шляпочник, как шляпочный мастер, как же его, болванщик. В Алисе. В Алисе он болванщик в одном из переводов, а есть шляпочник в каком-то переводе еще, ну и так далее, болванщик. Значит, Диснейленд это организация, которая возглавляет болванщик. Может быть, я вам все пояснил. Теперь скажите, они всех гонят на субботники, на субботники, чтобы люди отработали что-то на благо общин своих, за это дают билет. Ну, это маркетинговая политика, но это же в высшей степени социально ответственная маркетинговая политика. Вы бы хотели, чтобы это, чтобы это, такое, делали и русские корпорации. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Это Ироссен, да? Да. Это редакция? Нет. Вы знаете, я хочу прощаться вчера по Москве. Что вы говорите? Я, дорогая передача, во субботу чуть не плачу, вся канадчиковая дача к телевизору рвалась. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Матвинович. Да, Александр. Вы знаете, я то же самое делал шесть лет назад в сельском доме культуры. Я молодежи, молодежь пригласил на субботник. Да. Молодежь пришла. А я им за это, вот тем, кто именно пришел, выдал благодатственное письмо, на обороте которого были пригласительные билеты бесплатные на дискотеку. И дискотеку сделал только для участников субботника. И вы не считаете, и вы не считаете это подкупом? Замечательно, это замечательно. Ну почему? Ну конечно, классно. Ну люди свой труд вложили, люди пришли, пожертвовали свободным временем, время у нас дорого, оно что-то стоит, правильно? Да, все, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Все, двигаемся дальше. Через минуту вернемся, у нас еще одна тема, освобождение по, как там? Под залог. Освобождение под залог за тяжкие преступления, кажется, за убийство тоже, что ли? Попытаемся обсудить сегодня российская газета. Через минуту вернемся. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Это заставило вас купить свежую газету. Заголовки дня. В эту среду, какое супероружие показывали Медведеву? В студии автор статьи, военный обозреватель газеты Комсомольская правда, Виктор Баранец. Журналисты сами укажут на то, что написано между строк. После 11 на РСН. С понедельника по пятницу. Экономика по-русски или особенности национальной экономики? У нас объективный взгляд на происходящее. С понедельника по пятницу после 12 часов дня доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский говорит правду о нашей экономике. В эту среду честный раздел вершков и корешков. Государственно-частное партнерство в пору кризисного бизнес-урожая. Гость в студии первый заместитель директора Института экономики РАН Сергей Селиверстов. Экономика по-русски. РСН. Русская служба новостей. Подъем. Минюз предлагает выпускать людей под залог. И сегодняшняя российская газета об этом пишет. Я вам просто прочитаю. Сегодня в уголовно-процессуальном кодексе неопределён ни минимальный, ни максимальный размер залога. Например, как сообщили не так давно корреспонденту РГ в Мосгорсуде, в последних случаях столичные суды применяли меру пресечения в виде залога в 73 случаях. Разброс был такой от 10 тысяч рублей до 50 миллионов рублей. Теперь новшество. Минюз предлагает внести поправки в УПК, по которым низшей планкой для совершивших нетяжкие преступления и средней тяжести станет 5 тысяч рублей. Внимание. Вот это мы собираемся с вами обсудить. 5 тысяч. Дальше. Залог по тяжким... Скажите, скажите. Да, да. Залог по тяжким и особо тяжким преступлениям не может быть меньше 200 тысяч рублей. То есть, конечно, как говорят в российской газете, пишут журналисты, обвиняемым в серийных убийствах, членам банд, насильников, под залог не будут выпускать, но тем не менее, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления и, по крайней мере, обвиняемым не меньше 200 тысяч рублей. Это вызывает тревогу. Послушайте. По особо тяжким преступлениям залог будет не менее 200 тысяч рублей. Я озадачен? Я не понимаю. Это что значит? Какие есть особо тяжкие преступления? Есть какие-то такие особо тяжкие преступления, которые человек совершил как-то, ну, не в затяжку как-то совсем. Знаете, лайтс. Чуть-чуть. Чуть-чуть особо тяжкое. Назовите, если вы юрист, скажите. 788-107-0. 788-107-0. Что за особо тяжкие, под которые за 200 тысяч можно выйти? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Меня зовут Кирилл. Да, Кирилл. У меня есть на это мнение. Давайте. Вот, вы знаете, мне всегда, когда был, я еще учился в школе, всегда говорили в том, что наши законы пишутся под бандитов. И вот с этой связи, вот с тем, что у нас начинается залог официальный, может быть, для того, чтобы государство меньше брать взяток, а просто это делать официально? То есть вы это имеете в виду? То есть вы думаете, что под залог будут выпускать людей, которые занесли каким-то образом? Ну, да. Кирилл, спасибо. У Кирилла точка зрения, да, то есть по существу залог будет крупнее, полагает Кирилл, потому что они 200 тысяч будут заносить в кассу и существенно больше заносить вины и места. Да. А объясняется это тем, что те, кто люди, которые обвиняются в тяжком преступлении, это еще не приговор, не истина, ну, в общем, еще приговор не вынесен, поэтому вполне может быть, что он и невиновен, поэтому почему бы ему не посидеть дома? Очевидная вещь, но я не понимаю, послушайте, человека обвиняют в особо тяжком преступлении, в особо тяжком, внимание, ну, правда, ну, ну, объясните мне, как он может выйти под 200 тысяч? Я не понимаю, 200 тысяч рублей он приносит, но у него особо тяжкое, ну, 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 кто-нибудь что-нибудь понимает? Это, это через запятую все идет, это в статье не выделено ни шрифтом, ни курсивом, никак. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей меня зовут. Да, Андрей, объясните нам, потому что мы не очень разобрались. Ну, к сожалению, вот именно пояснить особо тяжкие, тяжкие я вот, как с точки зрения юриста, не могу, но я хотел бы сказать следующее, что на самом деле этот закон будет разумным, может, он в соответствии будет приведен в дальнейшем, то есть, в такой работоспособный вид, потому что поначалу у нас из практики известно, все принимается сыро, и потом с практикой все это как-то начинает А потом дорабатывается. Да. Но то, что он необходим, это однозначно. Абсолютно, по экономическим мелким преступлениям люди гниют, все понятно, но особо тяжкие при чем тут? Особо тяжкие, но вы понимаете, бывают случаи, когда человек, допустим, в ДТП, там наезд на одного или более там людей, то есть, это явно не член криминального сообщества, это человек, который, находясь в СИЗО, как раз таки, его психика может опять же поломаться даже по тяжелым обвинениям. Понятно. Давайте юриста сейчас, юриста попросим позвонить, который нам объяснит, вот, потому что есть вещи, которые невозможно понять. Я прошу юриста, позвоните, пожалуйста, 788-107-0. Значит, смотрите, то, что нужно выпускать под залог, в высшей степени очевидно, абсолютно понятно и очевидно, да, значит, человек, который совершил там, есть абсолютно незначительные экономические, даже и значительные экономические, не против личности преступления, не надо его изолировать, он не собирается никого убивать, ни по темечку молотком бить, понимаете, это все понятно. Мне непонятно, особо тяжкие преступления, это какие, при которых можно выходить спокойненько и прогуливаться. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы юрист? Да, я юрист. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, назовите какой-то пример, который мы примем, особо тяжкого преступления, под залог. Ну, например, когда происходит разбойное нападение. Ну, нельзя под залог. Нельзя, конечно. Так. Я считаю, что вообще эта американская система выпуска под залог при нашей системе немножко совершенно нам не подходит. Почему? Они тоже утекают в Мексику. Сколько фильмов об этом? Нет, я согласна, но представьте себе, что, например, человек, который, будучи в нетрезвом состоянии, сбил беременную женщину, да, например, будет выпущен под залог. Где есть вероятность и гарантия того, что завтра он также не сядет за руль и не собьет еще кого-нибудь? Понятно. Да, я просто хотел от вас именно попросить вас, как юриста, представить нам случай, когда мы бы сказали, ну, да, вот какое особо тяжкое преступление есть, вот какие есть особо тяжкие преступления, которые вы бы выпустили? Ну, если человек сбил группу людей, да, будучи за рулем, при этом были какие-то неблагоприятные дорожные условия. Например, он объезжал котенка. Или, например, он объезжал человека, который, например, выехал на встречную полосу, будучи в нетрезвом состоянии. Спасибо, спасибо, спасибо. Я просто, поймите, значит, российская газета сегодняшняя, публикация, Минюст готовит инструментальные уже какие-то лекала, которые будут суды налагать и по ним отрезать. Значит, выпускание под залог, выпуск под залог, вообще говоря, существует, но непонятно, за какие деньги выпускать. По практике сегодня выпускают от 50 миллионов рублей до 10 тысяч, пишет сегодняшняя, да? От 10 тысяч, до 50 миллионов. выпущенные были, это прецеденты. Дальше. Теперь оказывается, что можно будет по мелким средним выпускать за 5 тысяч рублей, а по тяжким и особо тяжким, и тут мы уже делаем стойку и ничего начинаем не понимать, за 200 тысяч рублей. От. От 200 тысяч рублей. Значит, по минимуму 200 тысяч рублей за особо тяжкое преступление. Но если это не насильник или члены оргпреступной группировки, поясняет российская газета сегодняшняя, поясните нам, пожалуйста, юристы, это что за диво дивное, что за особо тяжкие преступления, за которые человек выходит за 200 тысяч рублей и... Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Сергей из Москвы. Да, Сергей. Просто общий вопрос и к вам, и, как говорится, как говорил Штирлис, вопрос к размышлению. А компания против педофилов, вот это, не особо тяжкие? Это особо тяжкие. Так мы сейчас спрашиваем, мы сейчас спрашиваем, а по каким особо тяжким вы бы выпустили? И поэтому нам нужен юрист, который знает особо тяжкие, которые они как бы особо тяжкие, ну как бы и такие вот лайтс такие, не в затяжечку, как бы такие, в полсилы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Алексей из Москвы. Алексей, дайте нам пример какого-то особо тяжкого, за которого вы бы за 200 тысяч рублей залогу выпустили. Ну, 200 тысяч, это нижний потолок. 200, 200, 200 тысяч, 200. 290, часть четвертая. Скажите, что это? Взятка. Взятка. Ага. И человек утек, но это и будет ему наказанием. То есть мы всегда предполагаем, что он все-таки может уйти. Ну, он теряет деньги. Он теряет 200 тысяч? Да. Ну, для него тогда должно быть это суммой, верно? Ну, естественно. То есть судья должен прикинуть, какая именно, какая точно сумма остановит этого человека. Ну, вы берете 200 тысяч, это нижний предел, а верхний предел не ограничен. Верхний не ограничен, и тогда судья, глядя на меня, там, на вас, он говорит, так, этот за 200 тысяч у течет, а, скажем, за 200 миллионов не у течет. Вот и вот и все. Понятно, понятно. То есть 200 тысяч, это нижний предел, но все-таки я, я взятка раз, особо тяжкое преступление, взятка. Еще, еще, назовите мне особо тяжкое преступление, за которое лично вы считали бы нормальным выпустить человека с залогом 200 тысяч и выше. Алло, здравствуйте. Низший предел будет практиковаться. Алло, здравствуйте. Добрый день, Евгений Москва. Да, Евгений. Сергей, здесь, так сказать, несколько выхвученных из контекста, так сказать, идеи. Дело в том, что, так сказать, залог избирается, это мера пресечения в отношении подозреваемого. Да. Ну, так сказать, потом следующий этап обвиняемым становится. Обвинять, это не значит, что установлена вина. Это еще только лишь версия, это лишь предположение. Согласен. У следователя, и у судей. Есть право выбора избрать меру пресечения в виде лишения содержания подстражей, либо залог. Сколько угодно дел, когда обвиняюсь в тяжких преступлениях, ну, по делу Чубайса, например, Квачкова, установлено было в суде, что он невиновен. И таких примеров более чем достаточно. Поэтому говорить о том, что будут выпускать под залог в связи с тем, что он совершил тяжкое преступление, это неправильно. Неверно, 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 да, неверно, но иногда верно, верно, то есть иногда верно. Когда, безусловно, уставлено вина, когда, безусловно, нет никаких сомнений. Безусловно, только суд устанавливает по закону. Да, и судья никогда не изберет такое мероприятие. Вы все-таки говорите о трактовках судьи, то есть вы расширяете сферу трактовки со стороны судьи, верно? Не только. Дело в том, что, в общем-то, у нас такова, так сказать, судебно-правовая система, что мнение прокурора, так сказать, базируемое на мнении лейтенанта юстиции, оно, так сказать, становится буквально, так сказать, монументальным. И студиал чаще всего соглашается. Смотрите, вы вообще симпатизируете Квачкову или нет? Как, ну, как человеку? Вообще, конечно, да. Смотрите, смотрите, минуточку, я вас сажаю, ваша честь, я вас сажаю, теперь вы определяете судьбу. И, смотрите, таким образом, ваши симпатии могут сделаться решающим параметром наказать или нет предвариловкой, потому что предварительное заключение это ведь тоже наказание, это тоже истязание, это тоже сломка, это же тоже ломает судьбу человека. Безусловно. А если бы посадили по подозрению, что Чубайс покушался на Квачкова, вы бы сказали, ну, пусть посидит гад рыжий. Нет, дело в том, что я по профессии адвокат, я бы его защищал бы тоже так же, как и друг. Нет, вы сказали, одному я сочувствую, а вот понимаете, то есть это судье мы даем, судье мы даем, в общем, власть над судьбами еще и в этом, вдобавок. А значит, власть над взятками, разве нет? В общем-то, в какой-то мере, да. Да, 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 спасибо. Да, мы даем власть над судьбами, а значит, власть над взятками. Ну, очевидно, правда же? И судья может сажать, как нам позвонил слушатель, говорит, ну, 200 тысяч рублей он не будет брать, он будет брать больше, ведь это нижний предел. Ну, конечно. А 200 тысяч рублей будет брать, если занесли в совещательную комнату, там, ну, понимаете, да, дипломатик с деньгами. И тогда 200 тысяч рублей. Нет, это власть над судьбами в России, власть над судьбами всегда равна власти над взятками. в движение. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Составить, оформить, направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневные консультации на РСН ведет народный адвокат. В эту среду юрист Дарья Морозова. Звоните с 11.30 до 12. Своя правда. Каждый будний день, после 8 часов вечера, в прямом эфире русская служба новостей. Видные политики страны и столкновения противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. 107 секунд на ответ. 107 секунд на итог. С понедельника по пятницу в 20.00. Русская служба новостей. Москва. 107.00 ФМ. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Смонсор программ в движении ООО «Ресторанная коллекция». Сеть ресторанов «Пекинская утка» празднует свое восьмилетие. Только в сентябре в честь восьмилетия сети и специально для вас действуют специальные праздничные цены на 8 блюд из утки. «Пекинская утка. Все лучшее из Азии». 755-84-01. 10 часов 56 минут. Погнали. В движении. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. 7-8-8-107-0. Наш телефон. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, где вы едете? Что вы видите? А, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Внешний МКАД от Асташтого до Бустинова. 7 километров пробки. 7 километров пробки. Аварии. Что вы видите там? Ничего не вижу. Я еще не выехал. Но я просто звонил. Спасибо. Держитесь, Игорь. Держитесь, Игорь. 7 километров пробка. 10-56. Где едете? Что видите? 7-8-8-107-0. Наш телефон. 7-8-8-107-0. Засады, аварии. Что объехать? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, Кирилл. Беспокоя. Кирилл, да. Рязанский проспект. От метро Рязанский проспект до третьего транспортного кольца. Также третье кольцо практически на всем протяжении. Внутренне и внешне практически все стоит. Стоит. Спасибо. А вот еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Садовая от Таганки до Красных Ворот едет 2 километра в час. Сообщает нам 57-й на наш смс. 925-101-107-0. 101-107-0 по 925-му коду. Где едете? Что видите? Расскажите нам о затруднениях в городе и о всяких-всяких таких интересных вещах. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, здрасте. Хотел бы о пробках рассказать. Давайте, да. Варшавка с области еду в центр. Это не доезжая МКАДа. Километров 5 пробка. Километров 5 еще в области? Да, 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 да. Не доезжая МКАДа. Ясно, спасибо. 5 километров до МКАДа по Варшавке. Человек едет в... Наш слушатель едет в город. 5 километров до МКАДа пробка на Варшавке. 10.57. Я вот что делаю. Я оставляю вам Юлию Селявину со статьей дня, с головком дня. Что у вас сегодня? Мы сегодня о чудо-оружии, которое показали Медведеву. Кто у вас? Комсомолка, да? Комсомолка. Комсомолка. Автор комсомолки приходит, рассказывает о чудо-оружии, которое подарили Медведеву. И Светлана Матвеева расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу ее эту среду, 30 сентября.